Как продлить молодость суставов? Специалисты установили, что при регулярных физических нагрузках структуры опорно-двигательного аппарата имеют такие же характеристики, как у молодых людей. Снижаются, конечно, немного упругие свойства хрящевой ткани, а мышцы способны полностью сохранять свои свойства. Самый известный специалист по консервативному лечению спортивной травмы Дэвид Лиф говорит, что для того, чтобы сохранить молодость суставов и тела, самыми важными являются следующие аспекты. Первый. Дыхание и потребление тканями кислорода. Чем больше насыщение кислородом тканей, тем лучше. Простой совет. Петь в день по несколько песен. Это улучшает диафрагмальное дыхание. Почему нам лучше после пребывания за городом? Потому что больше кислорода и больше движения, чем в городских условиях. Дышать диафрагмой. Напоминаю, что дыхание диафрагмы – это не дыхание животом, как многие думают, а дыхание нижними отделами грудной клетки – вбок. Важна подвижность грудной клетки и ребер. Хорошее упражнение, которое поддерживает гибкость грудной клетки в исходном положении. Лежа на спине, под грудным отделом валик. Сделать вдох диафрагмой. Задержать вдох на 10 секунд. Затем сделать выдох. И задержать его на 10 секунд. От 4 до 6 циклов дыхания. Для хорошего дыхания важно, чтобы дышать могли все отделы верхний, средний и нижний. Можно положить обе ладони на симметричные участки грудной клетки. Сверху, посередине и снизу. И сравнить, как дышат эти отделы. При затруднении в каком-либо из них, целесообразно обратиться к специалисту-прикладному кинезиологу, который проведет диагностику и установит причину ограничения подвижности в этих отделах. Номер 2. Мышцы, которые необходимо поддерживать в течение всей жизни. Длинные разгибатели головы и шеи. Ретракторы лопаток сводят лопатки вместе. Большие ягодичные мышцы. Чем лучше они работают, тем лучше осанка человека, а следовательно свободнее дыхание. Номер 3. Циклические аэробные нагрузки. Как известно, обладают мощным положительным воздействием не только на сердечно-сосудистую систему, но и на питание хряща суставов. Они рекомендуются пациентам с начальными стадиями остеоартроза. Такие нагрузки должны осуществляться 3 раза в неделю минимум в течение 40 минут. Должны охватывать 3 четвертых всех мышц тела на частоте пульса от 120 до 150 ударов в минуту. В зависимости от возраста. Соблюдайте эти 3 нехитрых правила. Усвоите эти полезные привычки. И вы существенно продлите молодость своих суставов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok